Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня 12 апреля. Я записываю это утреннее кофе-сторис с чашечкой какао, как обычно. О, кстати, она такого же цвета, как майка. Меня зовут Лариса Незабудкина. Я экономист-математик, предприниматель. И сегодняшнее наше кофе-сторис, оно будет посвящено теме, которые я давно-давно подбираюсь. Эта тема звучит как сообщество, зачем они нам нужны, что это такое, как их создать, как в них работать или не работать, что с ними делать. Так что, думаю, что эта тема и вам тоже интересна. Наливайте чашечку себе чего-нибудь. Можете даже поставить видео на паузу и потом вернуться. И давайте поговорим на эту тему. Ну что ж, сегодня 12 апреля, кстати. Сегодня день рождения моей дочки. В 1982 году она появилась. Утром как раз таки. Наверное, это с этим связана моя сегодняшняя такая беспокойная ночь. Я проснулась очень рано. Еще не было шести утра. Мысли у меня роились. Бегали в голове. В общем, наверное, это все объясняет. Мой сегодняшний настрой. Мои дети сейчас за городом. У нас там есть дом. Они там с момента наших всех ограничений находятся. Я сегодня туда к ним поеду, потому что хочу поздравить дочку. Ну, потому что я уверена, что, конечно, я ничем не больна. Они тоже все здоровы, слава Богу. Вот. Но большинство из нас сейчас сидит дома. Некоторые, правда, работают. Люди, от которых зависит то, чтобы мы могли сидеть дома, они работают. Мы им, конечно, за это очень-очень благодарны. Всем, кто сейчас работает. Это не в моем представлении, а не все герои. Но, несмотря на то, что мы сидим дома, жизнь продолжается. И работа тоже должна продолжаться. И денежный поток, он не должен прекращаться ни при каких ситуациях. Но только, может быть, при самых крайних и на очень непродолжительное время. Потому что это зависит от того, какой запас есть у людей, как долго они могут существовать и жить, не понижая свой жизненный уровень значительно на своих запасах, на том, что им удалось накопить. И этот вопрос, он всегда о людях, которые думают наперед. Потому что кто у нас создает подушки безопасности, кто у нас думает о плане B всегда, а иногда и C, D и E. Кто у нас развивает новые навыки, новые знания получает, новую информацию стремится получать. Это люди, которые думают наперед, думают о будущем. Я не говорю обязательно в негативном ключе, думают о будущем. Я думаю, что нужно, конечно, видеть будущее в позитивном ключе и создавать именно лучшие условия для своей жизни. То есть стремиться создавать лучшие условия. Это нормальное состояние любого, ну, как на мой взгляд, здравомыслящего человека. Во всяком случае, это тот один из тех принципов, о котором живу я. И с некоторых пор из-за этого принципа я стала чаще говорить да, чем нет. Потому что да, это такой твой ответ миру, что ты готов к чему-то еще, к каким-то дополнительным плюшкам, к каким-то дополнительным навыкам, знаниям, информации. В общем, к чему-то, ну, что качественно улучшит то, что у тебя сейчас есть. Вот, поэтому в этой связи, знаете, тема сообщества, она возникла. Конечно, это не то, что вчера возникло и появилось. Это такая тема, она существовала всегда. Люди всегда стремились к каким-то сообществам. Мы вообще такие люди, которые мы не можем. В основном люди не могут жить в одиночестве. И в социальной изоляции, и это какие-то экстремальные ситуации, когда люди в социальной изоляции живут, а в основном люди стремятся быть на людях, да. И в каком-то сообществе быть благоприятным, дружественным тебе сообществе, это всегда безопаснее и выгоднее, чем, скажем, быть в сообществе, которое к тебе недружественно и неблагоприятно. Конечно, это мы ощущаем все на интуитивном уровне. Мы попадаем в круг каких-то людей и очень быстро начинаем чувствовать себя либо как рыба в воде, либо не в своей тарелке. Почему это все связано с едой, так я не знаю. Но, видимо, еда нас объединяет. Вообще, совместное поедание пищи очень объединяет. Это один, кстати, из приемов, почему деловые завтраки, ужины, обеды происходят. Это тоже такой вопрос, к сообществам относятся. Ну и также и в кругу семьи, когда мы собираемся за общим столом, это объединяет. Ну и также, если вы хотите найти единомышленников, то тоже, может быть, их стоит пригласить на чашечку кофе. Ну, например, на наш утренний кофе-сторис. Ну, почему бы и нет. А завтра мы, например, еще собираемся с Маргаритой Лысенко, возможно, с ее аккаунта, может быть, с аккаунта Лысенко Групп, я еще не знаю точно. Но в Инстаграме собираемся тоже утром попить кофе. Следите, кстати, за анонсами. Поговорить тоже на тему плана Б. Все интересующие вас темы. Вы можете тоже задать нам вопросы, заранее подготовиться. Мы можем тоже их как-то осветить для вас. Мне лично очень интересно, что думают люди о том, о чем думаю я. А я думаю сейчас о том, как грамотно создавать сообщество. Какие у этого процесса есть базовые вещи. Что в этом процессе может являться позитивным. То есть для чего это все делается. Ну и какие могут быть подводные камни. Потому что каждый из нас, ну я говорю про себя, возможно, и про вас тоже. У нас есть определенная принадлежность к определенным сообществам. Конечно, первое, что приходит на ум, это сообщество в социальных сетях. У тех, кто ведет их, есть какое-то количество подписчиков. Я веду несколько социальных сетей. Ну активно только Инстаграм и Ютуб. Ютуб менее активно, но все равно веду усиленно. Сама над собой работа и веду, чтобы говорить о том, что я делаю. Это тоже один из моих принципов жизненных. Говорить о том, что я делаю. Но если вы тоже не ведете никакого сообщества, не ведете никакую социальную сеть, осознанно имею в виду, то, возможно, вы принадлежите какому-то сообществу, то есть входите, голосуете за какое-то сообщество своими подписками. И вот здесь, как бы это азы, да, это вроде бы естественно, это должно пониматься. Но если вы деловой человек и если вы хотите что-то показать миру, а мир сейчас все ищет в социальных сетях, парадоксально, но это так. Вообще спрос всегда определяет предложение. Конечно, некоторые люди формируют спрос, но спрос все равно будет влиять на предложение очень сильно. И поскольку спрос сейчас у людей в социальных сетях, соответственно, они ищут все в социальных сетях. И их спрос надо, чтобы кто-то удовлетворял. Вот я сейчас интересуюсь активно темой сообществ, создания, их развития. И, естественно, я ищу всю информацию, которая есть на эту тему. И готова ее тоже обсуждать. Вот одна из таких книг, на которые я опираюсь, это называется «Книга вместе». Рада Агровал. Она считается экспертом в создании сообществ в мире. Она там по оценкам разных агентств входит в восьмерку людей, которые будут менять мир. Интересная барышня, интересная книга. Но я знаю людей, которые уже изменили мир. Это Джим Дорнан, это Рич Девос и Джей Ван Эндал. Поэтому, изучая их историю и биографию, тоже можно понять, как они создавали свои сообщества вокруг себя. И делали это 60 лет назад, 50 лет назад. То есть тема совершенно не новая. Мы знаем и более древние сообщества. Я почему это говорю? Потому что, наверное, нужно начать с того, чтобы отследить, в каком сообществе находишься ты. То есть что ты лично демонстрируешь миру, чем ты интересуешься, что тебе ближе, в чем, возможно, ты видишь перспективу. Прежде чем начать создавать свое сообщество. То есть это называется такая стадия прощупать мир, прощупать информацию. И с другой стороны продемонстрировать миру тоже, чем ты интересуешься. Я думаю, что это такой длинный разговор. Утро такого прекрасного дня, оно не располагает к длинным научным разговорам. Но пока мы имеем такую возможность, имеем время. Ну, дополнительно, скажем так, время имеем. Время-то у нас у всех 24 часа в сутки. Но вот пока мы имеем такую возможность, каждый может подумать над тем, что ему интересно. И с удовольствием погрузиться в эту тему. С удовольствием начать ее исследовать, изучать. Возможно, вы придете к тому, что вам интересна какая-то ниша. Возможно, вы придете к тому, что в этой нише уже есть свои эксперты и можно у них поучиться. Возможно, вы определитесь, я даже рекомендую вам определиться с источниками, на которые вы будете опираться. И пусть это будут первоисточники. И пусть это будут те примеры, которые зажигают именно вас. И которые именно вам дают ощущение, что вы находитесь в том месте, как говорится, как рыба в воде. Это процесс. Это не сразу так происходит. И этому процессу тоже нужно дать время. Поэтому тема сообществ очень меня сейчас интересует. И я думаю, вы почувствовали это. Я думаю, что мы еще не раз к этому вернемся. Я буду делиться с вами всей информацией, которую мне удастся как-то структурировать в своей голове. Но если у вас есть вопросы, то обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру завтра с Маргаритой. Задавайте их. Будем вместе с вами их обсуждать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!